Сегодня мы будем знать, кто-то хан-ю и юфа лучше, кто-то лучше, кто-то лучше, кто-то лучше, кто-то лучше, кто-то лучше, чем-то лучше, чем-то лучше, чем-то лучше. Интеллектуальное сражение на языке Поднебесной. По батлице решились благовещенские школьники. Среди бойцов ученица 6-го лицея, китаянка Мариана Ван. Родилась и живет в Благовещенске. Поступать все же мечтает в Китае на юриста. Потому углубилась в изучение языка. Учусь сейчас уже в 10-м классе. Первый год обучаюсь китайским языком. Вели в программу китайский язык. Я хочу закончить 11-й класс и поступить в Китай в университет. Здесь стать ЕГЭ и там стать. Состязание в форме батла устроить решили не случайно. Так можно оценить, насколько школьники владели китайским языком за 5,5 месяцев, знакомы с культурой соседей, историей и традициями Поднебесной. Всего за звание знатока китайского боролись 15 команд из разных школ. Чем больше языков ты знаешь, тем больше страниц книги жизни ты можешь прочитать. Потому что язык, он содержит в себе и культуру страны. И ты можешь коммуницировать с носителем языка. Смотреть банально фильмы, слушать музыку – это очень важно. Поэтому для любого человека, я считаю, изучение иностранного языка – это просто очень круто. Понятное дело, что китайский – там совершенно другая фонетика. Это сложно кому-то дается, но, как говорится, через тернии к звездам. Программу по изучению китайского языка с сентября 2022 года внедрили в 19 благовещенских школах. Инициатором проекта стал губернатор Преамурья Василий Орлов. Интенсивный курс помогли разработать преподаватели Института Конфуция БГПУ. Я считаю, здесь не только образовательная ценность этого проекта, здесь еще и ценность воспитательная. Наша планета очень маленькая, и нам ее надо беречь. А сберечь мы ее можем только дружбой, взаимопониманием, пониманием наших схожих традиций и непохожих традиций. А для этого нам нужен язык. Всего в рамках проекта «Благовещенский» сегодня занимаются 423 школьника под руководством 11 педагогов. Программа бесплатная и рассчитана на год. Александра Матошина, Виталий Антонюк. Программа «Город».